Глава девятая. Серебристая тьма, жители гор и невозможные друзья. Часть первая. Найдется ли способ освободить принцессу Луну? С чем встретится Дигзди Иван, путешествуя по подземельям древнего народа гор? Какой выбор сделает Твайлет, когда придет ее время? История движется вперед, открывая одни тайны и порождая другие. Пинки, перестань прыгать на этой штуке! Лиловая облако телекинеза обхватило удивленную пони и поставило на пол. Голубые воздушные полупрозрачные шарики в последний раз вырвались из присыпанного песком узора и медленно поплыли к центру зала. Легкое дуновение ветра открыла Флотершай, согнавшая прочь пыль, открыла взору прибитую к полу табличку. На потертой поверхности были вывиты эквестрийские символы. Тут написано смех. Дэш, а что написано там, где из пола поднимались красноватые молнии вспышки? Твайлет обернулась к пегасочке одним взмахом крыла, превратившей пыль, выносимое прочь сероватое облако. На полу, выложенный красноватыми плитками, виднелся второй круг, дорожка от которого ввела к центру зала так же, как и у найденного в Пинки Пай узора. Верность! Отозвалась та с удивлением, рассматривая как рерити, оторвав пучок сухой травы, осторожно смахивает пыль там, где из-под ее копыт показались мерцающие уголки кристаллов, появляющиеся и пропадающие волнами, пока не достигли выемки. Кристальная дорожка погасла, и два одинорожка сделала шаг в сторону. «У этого круга написано «щедрость», — задумчиво проговорила она, вновь осторожно цокнув по кругу кончиком копыта. Тот коротко вспыхнул, и дорожка из кристалла в форме ее китюмарки вновь замерцала волнами, покатившись в центр зала. «Твайлот! Это же не может быть местом, где...» Эпплджек неуверенно сгнуло песок с места, где поблескивал немного погнутый металлический предмет. Тронутая временем пластинка с вмятины в боку также была покрыта символами. «Хм, здесь вроде как «честность» написано». Рядом послышался шорох перьев. Тихонько чихая от пыли, Флаттершай с интересом рассматривала улетающий из круга к центру зала прозрачных бабочек. Их полет был бесшумным и спокойным, словно кроме них никого не было. «А на моей табличке написано «Доброта». Чей!» Вновь чихнув, Флаттершай указала кончиком крыла на тусклую пластинку, прибитую к полу так же, как и остальные. «Это просто невероятно! Возможно, это то самое место, где когда-то стояли самые первые носители гармонии! А вы только представьте, задолго до принцессы! Быть может, даже на заре становления эквестрии! Но тогда где же... А, вот он!» Короткое дуновение созданного магией ветра смахнуло пыль и мелкие камешки с последнего круга, расположенного на том же расстоянии от выемки в полу, как и остальные. Чуть ниже его так же оказалась пластинка, изрядно помята, словно кто-то пытался оторвать ее от пола, но так и не смог. Но, как я и думала, тут написана магия. И некто очень хотел взять ее себе на память. Заметила Рэрити, подойдя ближе. Какое варварство портить такие изящные вещи! «Ну что тогда должно быть в центре?» Дэш рассматривала со всех сторон выемку в полу, похожую на вогнутую в камень полусферу, обрамленную неглубокой ровной канавкой, словно ее протерли боковой стороной колеса. Не пирамидка же из золотых колец! Чем бы оно ни было, этого тут давно нет. С сожалением отозлась Твайлэд, подойдя ближе. Я даже не знаю, что тут могло быть. Статуя? Магический предмет? Артефакт? Может быть, послание? В этой книге нет никаких пояснений на этот счет. Я даже не вижу тут упоминания об этом этаже. Поворачиваемые телекинезом листы шелестели в совершенной тишине зала, пока к ним не присоединился звук цок от копыта о копыта. «Да я ж тут нечему аплодировать», — хмуро заметила лиловая единорожка, не отрываясь от книги. «Но это не я!» Пегаска подняла переднюю ногу, показывая, что это действительно не ее копыт дело. Пони обернулись на тихий звук шагов, раздавшихся со стороны темнеющих ступеней лестницы. Из-за колонны, улыбаясь и чуть поправляя свою платиновую гриву магии, вышла статная единорожка, изящно переступая копытами по полу, словно выбирая наиболее чистые его участки. Рядом с нею неровным шагом шли три единорога, в замерзших глазах которых не было эмоций и чувств. На груди каждого из них блестел кулон, покачиваясь и тихо звеня цепочкой. «Браво! Браво, моя маленькая пони! Ты верно догадалась, и даже более того, своим присутствием оживила эту замшелую древность. А мне даже не понадобилось тебя заставлять это сделать. Ты всегда была такой любознательной, верно? Твайлайт Спаркл, наследница элемента магии, недостающая часть между светом солнца и луны». Медовым голосом заговорила серебристая единорожка, остановившись поодаль и позволив единорогам окружить пони. «Как поживает принцесса Кейденс? Ты ведь сказала своим друзьям, почему ее нет с вами?» «Кто ты такая?» Эпплджек плавно встала между вздрогнувшей и растерявшейся Твайлайт и серебристой незнакомкой. Три единорога с серебряными кулонами медленно обходили пони вокруг, отрезая им путь к лестнице. «Если она не сказала, значит, то были причины». Рядом с оранжевой пони приземлилась Дэш, прикрывая крыльями единорожку. «И все же, почему принцесса не смогла быть с нами? И мне пришлось листать эти нудные книжки?» «Кейденс, она... она ранена». Тихо проговорила Твайлайт и пони удивленно вздохнули, услышав эту новость. «Поэтому это место единственное, где мы можем найти хоть что-то, способное исцелить принцессу Луну. Но теперь, кажется, это стало не так просто. Как это в духе элемента магии. Все взять на себя, все невзгоды и сложности, а вместе с ними силу и жизни элементов гармонии». Серебристая исчезла во вспышке и оказалась позади лиловой единорожки, склонившись мордочкой к ее гриве. «Редкий дар к магии. Понимаю, почему Селестия ждала так долго соответствующей ученицы. Хотя, случись иначе, ты была бы не менее замечательным расходным материалом. Вроде нее. Достаточно одаренный для несложного заклинания». Серебристая копытца указала в сторону Рерити, и та переглянулась с подругами, не понимая, о чем речь. «Простите, у вас, наверное, есть причины, по которым вы грубите, но мы не знаем о них и...» Флаттершея сделала шаг назад и, обернувшись, встретилась взглядом с сурово замерзшим единорогом, мерцающий рог которого был направлен прямо на нее. «Мы непременно уйдем, если вы не против». «Ну что вы! Мы только встретились, и у нас еще есть время, чтобы узнать друг друга получше, до того момента, как этажи этого древнего строения начнут разваливаться один за другим». Все тем же сладким голосом проговорила Серебристая. Сбоку тихо вскрикнули Дэш и Эпплджек, увидев, как по лестнице, медленно передвигая ноги, спускается необыкновенное и отталкивающее существо, сухие и суставчатые лапы которого сходились в поджарое тело, с обрамляющей шею и часть головой гривы из длинных и острых игл, будто у дикообраза. На гладкой морде мерцали две пары красных глаз. Существо облизнулось, и под сдавленный писк, заметивший его пегасочки, сделала еще шаг. В лапах у него были предметы, которые не так давно пони с интересом рассматривали на верхних этажах. Тяжелый тотем явно давил существу на спину, отчего-то дышало несколько прерывисто, а шар с пером норовил выскользнуть из сжатых на нем когтей. Пони обернулись, услышав нарастающий гул, но опоздали. Твайлет, наступившая на узор, оказалась за темным барьером полусферы, накрывающей ее и серебристую чародейку. Лишь язычки магии плясали от круга в полу к центру зала, где над выемкой медленно вращалась непонятно откуда взявшаяся сфера, обрамленная полупрозрачным обручем. Эпплджек оглядывался по сторонам, но единороги следили за ними с трех сторон, а четвертый путь преграждало то самое невозможное существо, успевшее разложить предметы из музея напротив табличек. Принадлежащие когда-то элементам гармонии, они зависали над полом, подсвечиваясь тем же оттенком света, какой был когда-то у камешков на их ожерельях. Тебе придется выбрать, остаться или уйти. Полотеногривая единорожка прижала к себе Твайлайт, ласково касаясь мордочкой ее гривы. Хотя пойдем со мной. В тебе и так достаточны силы и без этих бесполезных пони. Идем, и ты обретешь куда больше, чем можешь себе представить. Спроси об этом Найтмер Мун, к примеру. Не слушай этого! Пинки вздрогнула и села на пол, сложив перед собой передние копытца. В них лежал черный камешек в форме воздушного шарика. Он рассыпался, и невесомой пылью улетел куда-то увлекаемый ветром. Мы ведь друзья, правда, Твайлайт? Даже без элементов гармонии, мы ведь все еще друзья? А-а-а, друзья элемента магии. Все они плохо заканчивали, ведь так, Рарити? Или, быть может, ты, элемент честности, скажешь, что я не права? А ты, олицетворение доброты Флаттершай, такая же робкая, как и предыдущий обладатель этого элемента. Серебристый единорог развернула к ним лиловую единорожку, обхватив ее, будто потерявшую все силы темными щупальцами своей магии. Посмотри на них. Друзья, которые были подобраны принцессой Селестии на протяжении многих веков. Будущие части двух новых принцесс. Два единорога, обладающие магией, идеальные для забытого заклинания. Конечно, первой была Рарити. Принцессова не стала рисковать своей любимой ученицей, используя забытое заклинание. Она... она никогда бы так не поступила! Лиловый шар магии оттолкнул чародейку и спаркал одним скачком телекинеза. Она оказалась у самой границы барьера, тяжело дыша и словно приходя в себя от магических оков. Даже если это понадобилось бы для спасения Эквестрии? Серебристый единорог убрала свою магию, и та теперь плескалась у ее копыт живой тенью, катая по полу камешки и поднимая фонтанчики пыли, оседающие разводами на магическом щите. Ты правда так думаешь? Твои друзья видели, как она поступила с элементами гармонии. Элемент магии может вобрать их все в себя. Чем ты отличаешься от нее? Может, тем, что у тебя нет сестры, которую можно сослать на луну? Это... это неправда! Слова с трудом давались Твайлот, перед которой в центре зала вращалась сфера один за другим, присоединяя к себе кусочки оправы с разноцветными искрящимися камешками. Слышался каменный щелчок, и, вставший на место кусочек, охватывал одну из ее подруг за другой разноцветными спиралями света, лишая сил. О, нет, милая, это правда. Ну, давай я упрощу тебе выбор. Эта вещица когда-то очень давно собирала по крупицам гармонию, в итоге найдя пятерых подходящих носителей для каждого из ее элементов. С нею ты обретешь силу, которая затмит магию всех принцесс вместе взятых. Сумерки будут править Эквестрии. Свой замок, своя страна, безграничная магия, и тебе не придется выполнять поручения принцесс. Серебристая копытца показала в сторону вращающегося предмета, блики от камней которого смешивались в радужные всполухи, озаряя замерзших единорогов и застывшее неподвижное существо. Грива из шипов сомноморфа топорщилась и складывалась, выдавая его нетерпение. — Прими мое предложение. — Ну же, признайся, в тебе плещется то же тщеславие, что и во всех других элементах магии. Ты ничем не лучше их всех, но тебе выпал шанс все изменить, ощутить слезы благодарности и стрепет Селестии перед твоим могуществом, сделать ее своей ученицей. — Нет! — слово раздалось в зале, расколов гул магии и вызвав тишину. — Нет! 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 Зал утонул в лиловые вспышки и вздрогнул, когда темная завеса барьер распалась, отбросив в сторону изумленную, но невредимую чародейку. Улыбаясь, она медленно поднималась с пола, жестом приказав единорогам оставаться на местах. Сотканные из мрака щупальца растянулись в стороны, вспыхивая серебристыми разводами, сжимая колонны до хруста. Трещины ползли по камню, угрожая добраться до сводов зала и обрушить его вниз. — Маленькая единорожка! — спокойно произнесла серебристая, заметив смятение на мордочке Твайлот, не знающий, что делать — атаковать чародейку или броситься к своим друзьям. — Не надо так смотреть на меня. Я получила то, зачем пришла. Но это не лишает меня права немного повеселиться на прощание. Ты хочешь спасти кое-кого? У тебя будет такая возможность. — Просто выбери, спасти их или ее. Серебристая мордочка кивнула в сторону друзей Твайлот. Камни из потолочной кладки падали, колонны кренились и расплющивались под весом этажей над ними, выпуская фонтанчики пыли и мелкой крошки, но вязли в прозрачном желе, замедляясь и останавливаясь, не достигая пола. Время словно задохнулось, не в силах сдвинуться с места. Гулким эхом среди зависших в воздухе обломков и кусков потолочного свода раздавались неторопливые шаги. Пони в потрепанном походном плаще вышел из заканчивающегося тупиком дверного проема. Что-то сухое шелестело в его пустом на треть бочонке, от которого пахло чем-то горьким и напоминающим дым фейерверков. Снова и снова она создает неизменную точку во времени. — Сколько бы раз я не пытался. Пони подошел к лиловой единорожке и осторожно положил в ее копыто пустую тиару с небольшим, всунутым между узором листиком бумаги. — Это башня! Какому ослу пришло в голову делать тут музей? Ах да, это и был осел! Пони улыбнулся и, слегка потеряв заросший щетиной подбородок, направился к лежащей у колонны голубой пегаски. Та, запрокинув голову и подвернув под себя крыло, тяжело дышала. Ей снился страшный сон, из которого она не могла выбраться. Пони покачал головой. Сняв с седельного с аквояжа красную ленточку, он повязал ее вокруг голубого копытца. «История продолжает свой путь. Не верь, если кто-то скажет, в конце друзья уходят. Друзья всегда остаются верны друг другу, вне времени и вне расстояний». Он ласково ткнул пегаску в кончик ушка, и та облегченно вздохнула, сложившись калачиком, как это делали жеребята. «Путь завершен, и теперь его ждут так же, как тебя, самая быстрая летунья Эквестрии». Земнопуни обошел дымящиеся и все еще искрящиеся круги на полу. В осколках сферы дрожало белое перо. Груда щепок тихо тлела, пытаясь запалить часть от вырезанной из дерева совы. Согнутая трубка еще удерживалась на деревянной основе, но изящный замок уже отвалился и лежал чуть в стороне. Все это, равно как и обуглившийся шлем с высохшей и теряющей лепестки веткой, легло в его сумке. Последним предметом был детский рисунок на кусочке камня. Подумав, он вложил его в копыта спящей лиловой единорожки. Под потолком захрустели перекрытия, и несколько камешков звонко цокнули об пол. Пуни обернулся на прощание и скрылся в темноте зала. Время восстанавливало свой шаг. — Твайлайт! Очнись же, наконец, Твайлайт! Сделай что-нибудь магическое! Голос подруги раздавался над самым ухом, отдаваясь резким звоном в роги. Что-то трещало в полутьме, и в центре зала вспыхивали дуги молний, рассыпаясь искрами по полу. В этих редких вспышках света Твайлайт с трудом рассмотрела лежащих подруг, одновременно пытаясь вспомнить хоть какое-то подходящее заклинание. Однако все они распадались на бесполезные слова, теряли свое значение и казались бесполезными. Все, кроме одного. Жесткая лапа прижимала Варнова к полу, не давая возможности пошевелиться. Неудобно подогнувшаяся копыта немела, а пыль набивалась в ноздри, вынудив его несколько раз негромко чихнуть. Тьма вокруг отступала, или он просто постепенно привыкал к ней. Впереди, насколько позволял ему обзор, виднялся крошечный пятачок света, в центре которого на возвышении из куска скалы, с вырубленным на нем ступеньками, стояла Дигзди. Ее крылья, отчего-то кажущиеся блеклыми и отдающими сероватыми оттенками, были широко раскрыты и подняты вверх так, чтобы их кончики почти касались друг друга. Она распевала непонятные слова медленно и спокойно, даже не оглядываясь на возмущенные вопли Пегаски, которые, по-видимому, грубо прижали крылья. Почти рядом с ним сопел Блэк, не в силах помочь своей супруге, оказавшись в неподвластных ему тисках. От груди растекалась прохлада. Она словно просачивалась внутрь его тела, прождая неприятное чувство, которое он испытывал, оказавшись в комнате Марии с блокиратором магии на роге. Но если тогда он чувствовал свою силу, но не мог ее воспользоваться, то сейчас волшебство покидало его, будто рассеиваясь в воздухе. Беспомощность начинала пугать. Он попытался произнести хоть слово, слегка повернув голову так, чтобы подбородок перестал упираться в каменный пол. Вся та же невидимая лапа вжала его в пол сильнее, давая понять тщетность этой попытки. Пол дрогнул от тяжелых шагов, и в столб света, падающий на дигзде, сунулась огромная вытянутая морда ящера, покрытая каменистого цвета чешуей, перемежаясь с редкими, слегка мерцающими изнутри полупрозрачными камнями. Послышалось глухое и кажущееся недовольным ворчание, на которое Димикорн ответила резко и уверенно, сделав небольшой шаг навстречу чудовищу. Кем бы ни было существо, но даже стоя на полу, чуть склонившись к синей пони, оно оказалось выше дигзде, говорящей с куска скалы. Ящер шевельнулся и посмотрел немигающим взглядом в сторону ее спутников, будто бы для него понятия кромешной тьмы не существовало. Ворчание повторилось вновь, и в нем Ван расслышал угрожающие нотки. К груди дигзде потянулась лапа, размерами едва ли не с половину пони. Как никогда в воронума хотелось быть свободным в этот момент. Предметы у вас на груди? Не оборачиваясь и не спуская глаз, ящера проговорила перепончато крыло. Лишают магии. Это камни нивелирования. Ван, Армас, остальные. Попытка их снять или преодолеть их силу ничего не даст, кроме истощения и ощутимой головной боли. Если это успокоит, на мне висит такой же. Ящер пророкотал несколько коротких фраз, если эти глухие и закладывающие уши звуки можно было назвать речью. В свою очередь, эти камни позволят всем вам видеть в совершенной темноте. Не то перевела, не то дополнила предыдущую фразу дигзде. И вправду. Темнота отступала, а тусклый столб света, полный мелькающих в нем облачков пыли, плавно превращался в ослепляющий. Постепенно становились видимыми и стоящие рядом фигуры огромных ящеров, каждый из которых был в несколько раз выше пони. Поджарый, обманчиво-медлительный, с полупрозрачными когтями, алмазное происхождение которых выдавали тонкие грани сколов, они продолжили держать путников прижатыми к полу. Особенно единорога. Тот в бессилии скреб копытом пол и пытался что-то сказать. Морда рептилии качнулась в его сторону с коротким рыком и повследовавшим за ним щелчками, будто кто-то медленно давил речную гальку чем-то тяжелым. Он говорит, Армас, чтобы вы не пытались использовать заклинание, если не хотите потерять не только дарованное вам в силу обстоятельств уважение, но и собственную магию. Как-то холодно, — перевела Дигзди, — ставь певуче произносить незнакомые Ивану слова, будто убеждая ящера отказаться от его намерений. На половине одного из особо загадочно звучащего слова огромная лапа протянулась вновь и обхватила горло Димикорна. Речь Дигзи сбилась, перейдя в короткий хрип, но та упорно смотрела вперед, не отводя глаз и не опуская крыльев. — Отпусти ее! — прошипел вороной, выплевывая попавший в рот песок, но его мнение, казалось, никто в расчет не принимал. Ящеры смотрели в сторону синей пони, замершие, спокойные и невозмутимые, словно происходящее их не касалось. Глухой, похоже на падающий камни, смех прокатился по пещере, и лапа рожалась. Ящер указал острым когтем в сторону спутников перепончатокрылой, Иван ощутил, как лапы существ медленно отпускают его. Ящеры плавно пятились назад, словно растворяясь в окружающих пони каменных стенах, кусках скал и насыпавшихся со свода пещер и булыжниках. С возвышения, неторопливо шагая по ступенькам, спускалась Дигзи. Она казалась уставшей, но радостной, к облегчению Воронова, ощущающего себя как тот, по которому прокатилось несколько бочек с яблочным сидром. На ее груди темнел продолговатый, кажущийся вросшим в шкурку камень, блекло отсвечивая крупными неравномерными гранями. Прием и вправду не был радушным. Едко заметил Армас, поднимаясь и озадачно трогая копытом камень на своей груди. Напротив, могло быть хуже. В любом случае, мы можем идти дальше. Через равные промежутки на нашем пути будет возможность остановиться, перекусить и отдохнуть. Горные источники полны замечательной воды, так что жажда нам не грозит. Дигзи улыбнулась шире и тихонько встряхнула крыльями, вызывав всплеск измерцающей пыли. Блек и Алиарин уже рассматривали камни друг на друге, выдвигая предположения о природе и происхождении столь диковинного материала, однако, послушавшись совета Дигзи, не пытались их с себя снять. «Камни сойдут сами, когда мы покинем их владение. Они немного тяжелые, но скоро вы к ним привыкнете. Их делали из расчета не совсем на пони». Она развела в сторону крылья, словно извиняясь за испытываемые всеми неудобства. «Ощущением, будто мне ребра сковали. Мне показалось, или они слушались тебя. Не поверю, что они впечатлились твоими артефактами и внешним видом, признав тебя чем-то вроде богини». Фыкнув и отряхнув гриву и перья от пыли, проговорила Пегаска. «Они будут нам помогать?» Синяя пони с удивлением на мордочке обернулась в сторону Алиарин. «Слушались меня?» «Они не слушаются никого и отчасти являются причиной, по которой диамондовые псы избегают этих мест как огня, а пони отказались от глубинной выработки кристаллов в горах. Они живут тут с незапамятных времен и, полагаю, будут жить тут и дальше. Я просто знаю их язык, изучала его некоторое время». Она слегка замялась, подбирая слова. Ей не хотелось пояснять, что говорила на инитиумнарском языке своего народа, а ящеры и вправду имели некоторую толику уважения к демикорнам, сосуществуя с ними в течение длительного времени. У них нет богиней или богов, да и правление сестер лекорнов они не признают. Вороной едва сдержался от реакции на такую возмутительную позицию ящеров, но вовремя спохватился. Кто знает, может, эти существа все еще где-то рядом и все слышат. Армус же сохранил холоднокровие, пусть даже и видимое, скорее сосредоточившись на собственных ощущениях. Отсутствие магии было необычным чувством. Проверяя свою догадку, он легко поднял копытом камешек, отметив сохранившийся копыток Нинес, простейшую и базовую способность любого пони. — Я дала слово, и они чтят тех, кто его держит. А вот ваша выходка... — Дигзи обернулась к единорогу. — Моя? — Стоило мне нескольких минут беспокойства. Холодно продолжила Димикорн, впервые потеряв сгибом копыта шею, словно пытаясь избавиться от неприятного ощущения. — Ощущать на горле алмазные когти не слишком уж приятно. — Ну, будем считать, все обошлось, и хвала Селестии. Буркнул Блэк. — Надеюсь, тут не лабиринт ходов? — Конечно, да. Народ каменных ящеров разрешает использовать один из нужных нам проходов. Потом они его завалят и создадут новый. Пожала плечами Дигзи, подбирая оставленную у ступени сумку. Позади попернулся единорог, удивленно уставившийся на пегасочку. Та, в свою очередь, переводила взгляд с Блэка на Воронова, тихонько пискнув. Привыкший к необычному сиянию глаз синий пони, Ванни сразу заметил загадочное белесое свечение в глазах своих спутников. Такое же плескалось и в зрачках Дигзи, частично перекрывая их янтарный оттенок. — Что за... — тихо начал фразу он, но так и не смог подобрать подходящего слова. — Хм... У меня в первый раз была такая же реакция. Ободряющее отозвалось перепончато-крылое, верно предположив, с чем был связан возглас. Свечение в глазах из-за влияния камней. Они же делают все цвета такими зеленовато-пепельными, делая источники света ярче, какими бы крошечными они ни были. Пони оглянулись по сторонам, стараясь не смотреть на ослепительно-белый столб света в центре зала. Каждый камень стал видимым, а вкрапления кристаллов переливались мягкими отблесками. Черные и глубокие тени почти отсутствовали. Даже пол, казалось, переливался мелкой сияющей крошкой. — Эх, такую штуку до археологом бы! Восторженно выдохнула Алиарин, словно уже забыв о том, как ее жестко помяли перед тем, как нацепить на грудь нивелирующий камень. А вне пещер ящеров камни рассыпаются и практически теряют свои свойства, не оставляя на теле и следа. Перепончато крылое хотело добавить еще что-то, но передумало и зашагало в сторону единственного выхода из пещеры, помимо каменной арки. Стены коридора были покрыты следами когтей, будто его вырубили в скале совсем недавно. Мелкая крошка руды похрустывала под копытами, заглушая шаги. — Смотрю, не только Алиарин у нас гораздо на сюрпризы. Ей удалось найти общий язык с Хаски, облегчив доставку груза к археологическому лагерю, а вы продемонстрировали нам и вовсе запредельное, скрывая до самого конца факт своего знакомства с древними и совершенно неизученными существами. Армос размеренно вышагивал рядом, стараясь поспевать за Дигзди и справиться с легким ощущением паники от отсутствия магии. Несмотря на предупреждение, даже в худшем кошмаре ему не представлялась возможность лишиться способности зажечь крохотный огонек или потерять навыки телекинеза. Ощущать себя земнопони ему совсем не нравилось. Мне кажется, или вы немало знаете об этом народе в сравнении с теми же псами, отказывающимися даже обсуждать старые шахты в горах, прикрываясь своим табу. — Я бы тоже не отказалась послушать. Алиарин чувствовала себя задетой словами единорога. — С удовольствием. Тем более, что мы вряд ли еще раз встретимся с ними. Дигзи слегка качнула хвостом из стороны в сторону. — Сомневаюсь, что кто-то из нас явно вернется в те шахты и найдет арку. Уверенный голос Блэка прокатился по коридору трехкратным эхом. — Они найдут только шахту и ровную стену. Провал, в который будет закрывать кусок скалы. Чуть повернувшись в его сторону, заметила пони. Ни один из проходов не остается на прежнем месте. Они появляются и пропадают, когда в них нет необходимости. — Это правда? Пегасочка заглотнула и обернулась назад, стомно ожидая увидеть за своей спиной схлопывающиеся стены. Но позади по-прежнему мерцал свет от пещеры. — Вполне. — утверждающе кивнула Дигзи. — И все же, как вам удалось познакомиться с этими существами? — продолжал любопытствовать единорог. Дигзи задумалась. На деле она встретилась с ящерами и с чужей ребенком, когда ее взяла с собой наставница. Ящеры ужасно напугали ее своим видом, и почти все время она жалась к взрослому Димикорну, не отставая от Тони на шаг. Следующая встреча случилась намного позже, когда она странствовала по брошенным шахтам в поисках редких видов камней для артефактов, пытаясь заменить испорченные детали. Смешав немного правды с вымыслом, получилась вполне подходящая история. Изучая артефакты и необходимые для их создания детали, мне довелось много странствовать по северным горам в поисках необходимых камней и минералов. В одной из таких путешествий случилась встреча с этим народом. От них же удалось узнать о временах, когда они вели обмен с наземными, как они называли пони, делясь добытой рудой за некоторые вещи с поверхности. Димикорн рассказывала, взвешивая каждое слово, стараясь не уточнять, с кем именно вели торговлю ящерой. Их немногочисленность компенсировалась изрядной силой и выносливостью. Вот этот проход вырублен всего двумя ящерами. — Магия? В голосе Армаса послышались нотки беспокойства. — Скорее всего, да. Их собственная и умело используемая. Кивнула Дигзди. — Потрясающе. Кисло заметил лишенный магии единорог. — Поэтому они намели мне бока и ткнули мордашкой в пыль? — Ну, они просто не любят единорогов. Да, в ней неприязнь. Как и всех тех, кто пользуется магией от рождения и считает это само собой разумеющимся. Магия ящеров приобретенная. Приобретенная упорным трудом, вживлением различных камней и кристаллов тела, тренировкой и закалкой каменной в буквальном смысле чешуи. Они считают магию продуктом усилий над собой, уделом тех, кто посвятил этому всю свою жизнь. А потому каждый из них достиг в этом совершенства. Взять хотя бы вот эти камни. Она приостановилась и ткнула копытом в грудь вана, едва не споткнувшегося от неожиданности. По сути, это концентрат темноты, сжатый до твердого состояния. Пока он на теле, магия не существует для единорога или другого использующего магию существа. Меры предосторожности. У пегасов и земных пони нет магии. Осторожно вставил Ван, взглянув в сторону спутников. Меры предосторожности от нас? Армос не дал Вороному продолжить мысль, оказавшись рядом с Дигзди. Та указала кончиком крыла в сторону торчащих у стен темных кристаллов. В похожих на граненные колонны кристаллах мутно плавали искаженные тени, среди которых появлялись и пропадали лишенные зрачков глаза. Зрелище было отталкивающим и завораживающим одновременно. Ящеры считают, будто это может оживить страхи мага и воплотить их в реальность. Она постучала по кристаллу копытцам, и тени внутри алчно раскрыли пасти, расплющиваясь по внутренней стороне блестящей поверхности в попытке выйти наружу. Единорог отшатнулся. Так что, Армос, считайте, вам сделали услугу, на время превратив в обычного пони. Даже если это неправда и причина в другом. Продолжая шагать, она время от времени смотрела себе под ноги. С момента, как на ней оказался этот камень, она чаще оглядывалась на свой ограничитель или артефакты. Подергивала крыльями, пытаясь сложить их удобнее, или снижила темп шага, равняясь с остающим ванном, любопытство которого пересиливало дискомфорт от магической пустоты. Камни, кристаллы, горная порода, и чем же они тут питаются? Не мелкими же грызунами, вроде хомяков. Задумчиво рассуждал вороной, рассматривая стены, в которых иногда попадались небольшие углубления с цветами из минеральных отложений. А в их рационе нет животной или растительной пищи. Весь их мир — это тихий звон кристаллической породы и скользящей в ней магии. Вот почему тут нет места суете. Дигзи услышала его слова и вновь замедлила шаг. Впереди и боковая пещера, в которой выйдет передохнуть и даже выспаться. Таким темпом мы доберемся до цели даже раньше срока. Звучит так, будто кроме них и горной породы тут никто и не живет. Нарушил молчание земнопони. Ну почему же. Из мелких обитателей тут есть вот они. Копытца перепончатокрылой указала на пол, по которому катились маленькие, пушистые и кажущиеся невесомыми шарики, принятые остальными за клубочки пыли от копыт, настолько они сливались с цветом пола. Взмахнув несколько раз хвостом, она подняла горсть из них в воздух, отчего те закружились и стали медленно оседать на пол, тихо шурша, прежде чем вновь покатиться дальше. Не знаю, что это за штуки, но они выглядят забавно и безобидно. Рассмеялась Димикорн, увидев, как Алиарин отчаянно пытается избавиться от них, стряхиваясь с своих крыльев, но те продолжали суетливо перекатываться между перьями. Можно попытаться взять их с собой, но они просачиваются в любую щелку и сбегают из сумок и карманов. Зато их забавно тискать. От этого они пищат. Слышал я о шариках с четырьмя крылышками. Тоже были милашки. А потом стали поедать все, что на их глаза попадалось. А в одном городе забыл название. Они даже стали дома и телеги жевать. Пока от них избавились полгорода, как не бывало. Недоверчиво покосился на подземных жителей земнопони, помогая Алиарин избавиться от пушистиков на крыльях. Те действительно попискивали, оказавшись прижатыми копытом и чудесным образом ускользали, как бы их не пытались поймать. Пегаска махала то одним, то другим крылом, вспоминая про репей и перья. Они ничего не едят. Хотя, может, их еда это пыль и легкие крошки минералов, кто знает. Дигзди тихо посмеивалась, наблюдая, как вороной украдкой тыкает зазевавшиеся комочки копытом. Те, тихо попискивая, разбегались в стороны. Коридор несколько раз вильнул, огибая массивный темный кристалл, топорщащийся острыми пиками. И сбоку показалась небольшая пещерка. В ней, помимо весело-журчащего ручейка, мерцали минералы, слегка разбавляя серый оттенок окружения пастельными цветами. От нежно-розового до оранжевого и зеленовато-голубого. Темный свод покрывали вкрапления полудрагоценных камней, отчего, казалось, будто над их головами раскинулось ночное небо. Алиарин тихо присвистнула от восхищения. Практичные Блэк и Армас направились к ручейку, радуясь возможности избавиться от вкуса пыли во рту, оставив у входа перепончатокрылую и вороного, прикидывающих, где будет лучше расположиться. Субтитры создавал DimaTorzok